Добрый день, дорогие друзья! У нас новый фон и новый формат. По средам мы будем говорить о эволюции человеческой цивилизации в Солнечной системе на планете Земля. Мой проект «Мудрость жизни 21» для этого и был создан. И по средам, мерколеди, в день Меркурия, я буду по тем книгам, по тем знаниям, которые я получаю, размышлять на эти темы. Кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Ольга Лисицына, я писатель, публицист, просветитель, автор серии из 21 книги «Настольная книга для больших и маленьких человек», где человек – это вечный ученик в веках. Итак, также я разработала индивидуальный курс и работаю с людьми под девизом «Как стать сам себе дирижер?» Хозяином не только всех своих тел, всех своих ситуаций, всех своих дней, но и хозяином всего того, что происходит вокруг нас. Самое главное, человек должен вспомнить, что я есмь, потом навести порядок в своей паре, в семье, в отношениях с близкими, далёкими, в работе, в бизнесе и везде. Но сегодня мы будем в среду говорить об уровнях и степени развития человека. Итак, человек – я есмь. Сегодня мы, пятая раса, в пятой подрасе, в двадцать первом веке, третьем тысячелетии, живём в основном все из парадигмы «белка в колесе». Очень много учителей, философов приходили на Землю, думали о том, что происходит, писали об этом, задавали вопросы, очень много книг. Я познаю жизнь и теория, так сказать, читаю различные, знакомлюсь с различными направлениями и веяниями. Видите, они за мной, здесь очень много разных цветов, потому что мироздание, настоящие цветы, лучи мироздания, они вот такие прекрасные, яркие, красивые. Конечно же, не обойтись и без тёмных тонов, тёмных цветов. Это линии, полосы несовершенства, которые есть у каждого человека, и у каждого они свои и уникальные. Соответственно, если мы говорим о том, что сегодня человек живёт в парадигме «завтрак, обед, ужин», так, и многие говорят о том, что наше внимание направлено туда, где нами могут манипулировать и руководить, как хотят, некоторые это называют стадом баранов. Но я всегда говорила, говорю и буду говорить, что люди делятся на различные ступени осознанности. И когда мы говорим о жизни человека, о ученике человек в веках, мы не можем не говорить о реинкарнации, о предыдущих воплощениях. Именно там складывается багаж, портфель с оценками, дневник с зачётками, и также у каждого человека есть несовершенства. Я их на понятном языке начала называть говномешки. Хотя до этого, когда мы говорим о я-нише, эго-я, личность человека, я это называла, любя, эго-пляски. То, что мы приносим из предыдущих воплощений, где не я, не Ольга Лисицына, наделала то, что было наделано. Наделали личности, которые жили до нас. И последняя тысячелетняя эпоха была достаточно тёмной, не вот такой радужной, так? Соответственно, были революции, много войн. Люди познавали, как это сосуществовать наилучшим образом. Но пока у них это не получалось. И вот в 2012 году тёмная эпоха закончилась, и мы сейчас переходим в эпоху Водолея. И мы будем познавать уже по высшему аспекту. Но чтобы это сделать, надо прежде всего понять, кто есть я-человек. Так вот, очень многие люди думают и считают, что я вот это знаю, и всё, больше ничего не существует. Вот посмотрите, если вы стоите на чёрненькой полосочке, да, вы только вышли. Есть на всех языках прекрасная фраза, как это видеть свет в конце туннеля. Многие его видят, но немногие из туннеля выходят. И вот даже если я, ты, мы, вы вышли из этого туннеля, у нас есть знания, которые нам в этом туннеле давали. Так? Мы там ходили либо в катакомбах, либо сидели, забившись в угол, и чего-то боялись. И вот мы вышли, и есть люди, есть книги, в которых написано, что как пробуждалась Вселенная, сколько дней есть у Вселенных, из чего состоит год Вселенной, Почему на Луне, на Земле, на Юпитере, на Плутоне год разный? Так? Мы, люди, смотрим, и у нас 12 месяцев в году. А у Плутона, который находится дальше всех от Солнца... Сейчас, подождите. Двадцать четыре года. Так. Всё. Я в потоке была, цифру забыла. Двести сорок восемь лет, по-моему. Соответственно, у Плутона совершенно другое количество месяцев и лет в одном знаке. Мироздание бесконечно и вечно. Об этом мы будем говорить на первом занятии. Сегодня у нас занятие вводное. Я хочу вас подготовить к той теме, которую мы будем читать именно из книг. Я подготовила несколько книг, и будем разбирать, что говорили одни авторы, что говорили другие. Не будем разбирать, естественно, святые писания, потому что кто хочет, может сам их прочитать. Но во многих писаниях и во многих книгах говорится «Не мечите бисер перед свиньями». Почему так говорится? Потому что всё должно происходить по готовности. Я думаю, те люди, которые будут слушать меня в данных занятиях по средам или в предыдущих, где мы говорим о планетах, о единении человека и космоса. Но мы всегда говорим о бытовом, о жизни, как всё это взаимосвязано и как это проявляется в каждом нашем дне. Обычном. Так? Потому что есть различные люди, которые изучают те или иные потоки. Некоторые, как говорится, общаются и с привидениями, то есть это души умерших людей, и с различными другими дальними созвездиями. Я взяла на себе миссию общаться с землянами и о земле, потому что мы должны решить те проблемы, те ситуации, которые встречаются в нашем каждом дне. И только через знания нам будет делать это легко и просто. Пока у меня не было чёткого понимания практик, практичного использования знаний о тонком мире в моей обыденной жизни, многие были ситуации, в которых мне было достаточно сложно. Но сегодня, когда я вижу, какой человек заходит в данную ситуацию, что там происходит, что в прошлых воплощениях нас связывало, кто на кого обижен, кто кому долг должен отдать. Но самый простой и самый лёгкий и самый прекрасный долг – это одарить человека любовью. Что хочет каждый из нас, чтобы нас любили и понимали? Так вот, одарить человека любовью и доброжелательно разрешить ситуацию, которая проходит. Соответственно, что, как мы выходим из ситуации, так, закон причины и следствия, и зарождается следующая ситуация, следующий бутон, следующий кармический узел. И поэтому я зачастую тем людям, которые ещё не готовы, которые хотят ещё носить шоры, да, и идти по одной полосочке, с одной стороны я говорю, ты не поезд, а жизнь не рельсы. Но когда эти люди начинают очень громко кричать и протестовать против тех знаний, которыми я могу делиться, я говорю, поучайте ваших паучат. Это прекрасная фраза из нашего фильма «Буратино». Так вот, если человек находится ещё в сети, да, серенькой, как мушка, замотанной той сетью, которую паучиха создала, да, или есть паучиха в семье, в кругу общения, и люди не хотят выходить на свет, не хотят выходить на счастье, любовь, радость, бытия, тогда, говорю, поучайте ваших паучат. И вот сегодня эти занятия у нас будут проходить, да, по средам, но из них будет складываться книга. Одна книга-тест, который я вынашиваю проект уже более месяца, но он созрел, и я начну его писать по нашим занятиям. я буду к ним готовиться, собирать информацию, и после занятия, когда я буду готовить для вас инфографику, я буду также эту книгу-тест собирать. Из чего будет состоять этот тест, и какая в нем фишка? учитывая то, что каждый человек, дитя мироздания, семеричное существо, как минимум, да, у нас семь тел. Об этом я говорю на всех занятиях. У нас тетрада четыре смертных тела, из которых одно только видимое физическое, и три высших тела, триада бытия. Здесь у нас память, соответственно, находится, которое помнит только данное воплощение. Там у нас флешка и карта памяти наверху. И это наш вечный странник, который руководит нашей душой. И когда мы часто не понимаем, что происходит, это всегда осознанный выбор души по готовности, но не всегда осознанный выбор человека по мозгам. Итак, у меня будет два главных героя. Один это будет Колобок, потому что, ну, во-первых, это русская сказка, во-вторых, фамилия у меня Лисицына. Я очень любила различные сказки, где принимала участие лисичка-сестричка, да, и с вороной. Очень мне нравилась эта басня Крылова. И сказки, когда у лисички была избушка ледяная, а у зайки лубиная, пришла весна, у лисички избушка растаяла, и вы знаете, что дальше было. Поэтому, с одной стороны, у меня Меркурий в весах, поэтому я всё смотрю с разных сторон. И Уран, планета высшей октавы, которая отвечает за познавание, но уже обширные, не личные по Меркурию, а именно уже от мироздания, тоже находится в весах. Так вот, Колобок для меня это сказка, которая многогранна. С одной стороны, она говорит о создании вселенной, потому что отец, логос, коды, так, и бабка, они решили, а отец, да, проект, выбор, что-то испечь, но у них не было материи, и что они сделали? Они по сусекам поскребли, сделали Колобка. Так, вот она, наша планета Земля, вот так создаются миры, так, далее, а далее Колобок пошёл получать опыт, как человечество путём инволюции сначала он получил из проекта тело, так, и стал телом осознанным, кругленьким. Круг это идеальная форма, так, и вот он покатился, катился он, катился, там, сначала он с одним встретился, да, и вот его песня, да, я от бабушки ушёл, от дедушки ушёл, от тебя и подавно уйду. Конечно, если ты прошёл путь этой эволюции, зачем тебе там торчать бесконечное время? Уходи, иди дальше, в эволюцию. Но, к сожалению, здесь лиса, как всегда, играет негативного героя, и она его обхитрила. Что делают с нами марсиане, ярким представителем которых являлся Люцифер, свет дарящий, сегодня мы его называем лже-Люцифер, сатана, и ещё у него очень много там, князь земли и всё такое. Вот, по сути, силы тьмы, тёмные полосочки, чему они нас учат? Они нас учат наесться этого, да, и выходить из этой парадигмы. Но, для того, чтобы выходить, надо понимать, где ты, что ты и как ты. С одной стороны, у нас, значит, герой колобок, с другой стороны, у нас будет клубок. Так? Почему? Потому, что мы его будем распутывать. клубок во многих русских сказках выглядит, да, там ниточка, и, соответственно, катится колобок, катится, также клубок. И, когда Елена прекрасная, например, идёт там Иванушку выручать, или Иванушка идёт выручать, да, ту или иную принцессу, добрый волшебник или фея, да, обязательно ему дадут клубок, даже в греческой мифологии он тоже присутствует, чтобы было выйти от Минотавра, так, тоже дали людям клубок. Соответственно, на каждой страничке нашей книги будет присутствовать эта ниточка тематическая определённого цвета, потому что каждый цвет имеет свою вибрацию, и каждый цвет имеет свои смыслы и значения и является одним из спектров белого, а белый это всё и ничто, как и чёрный это всё и ничто, но в чёрном не проявлен свет, и человек, опираясь на закон свободы выбора и воли, может этот чёрный осветить, да, как мы заходим в комнату, включаем лампочку, и там становится светло, мы можем включить лампочку в солнечном сплетении, в разуме, в высшем, не в мозгах, где сидят серенькие сущности в сереньких мозгах и сливаются с ними, чтобы их никто не заметил, вот, поэтому, ещё вот совершенно недавно в одном из занятий я вспоминала сказку репка, да, тянем-потянем, вытянуть не можем, почему, потому что у репки есть корни, так, но её посадили, семечко надо взять посадить, потом поливать, да, если дождика нет, потом она вырастет, вот она такая большая выросла, дед тянет, тянет, не может вытянуть, один мужчина без женщины, даже логос, отец, без женской энергии не может создать репку, потому что женская создаёт, так, логос проектирует и даёт код ДНК, женщина, вселенная, она тоже женского рода, создаёт потом бабка, пришла потом внучка и даже ни жучка, ни кошка, никто не мог помочь, да, и вот последняя капелька, кто мышка, о чём говорит эта сказка, что существует мера вещам и у вселенной тоже для землян есть чаша, чаша милосердия и каждому из нас, сколько бы мы ни косячили, что бы мы ни делали, всегда милосердное мироздание помогает, можем называть это жизнь, можем называть это как угодно, но опять же, по готовности, если у нас не хватает знаний, мы не знаем, что мы в темноте, как слепой человек, он не знает, как выглядит облако или как выглядит вата, не знает, так вот, давайте поговорим о семеричности, у нас есть семь нот, семь цветов мы уже обсудили, семь тел человека обсудили, у нас есть семь нот, до, ре, ми, фа, сол, ля, си, до, мы всегда произносим, один из моих проектов называется сам себе дирижер, и что я составляю для каждого человека, партитуру солнечной системы, и звезды соседние, какие энергии дают, и сольфеджо, что такое сольфеджо, сольфеджо, это изучение музыки, что я изучаю, я изучаю гармонию, я изучаю человека, и потом вот так в видеоформате эти 50 плюс страниц пидиэфа с картинками еще и объясняю, об этом есть демоверсия, можете посмотреть, так вот, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ни одна нота не говорит, что она круче другой, так, мы вышли из до от творца, и мы в до должны вернуться, когда мы говорим ом, амин, аум, это нота ми, когда мы говорим о камертоне, который имеет четкий ритм в мироздании, все имеет ритм в мироздании, потому что жизнь это движение, и согласно вибрации каждая клетка, каждый человек, каждый предмет, каждый звук, все имеет свою вибрацию, и когда мы переходим в мир иной, мы переходим туда тоже согласно вибрации, сегодня мы еще об этом поговорим, так вот, что я хочу сказать, давайте снимать шоры, потому что чему нас учит жизнь, гармонии и балансу во всем, соответственно, ни одна из нот не говорит, кто круче и кто лучше знает, соответственно, музыка, сфер, куда мы должны будем прийти в шестой расе, она вне религий, так следующее солнце наш отец он нам дает жизненную энергию солнце не могло бы быть проявленным через солнце без солнца мать но мы люди и в связи с религиями женщину вычеркнули отовсюду почему мы тоже будем разбирать мы женщины тоже накосячили есть чем перке да как говорится по-итальянски так вот солнце оно тоже вне религии прекрасно музыка и гармония мелодия вне религии семь цветов структура радуги тоже вне религии и даже если в некоторых писаниях написано оно да но никто не может приватизировать радугу радуга это природное проявление я всегда говорю что природа является представителем мироздания на планете земля у нее мы должны у матушки природы учиться и благодарить и через преломление лучей солнца через спектр влажности определенную это луна потому что луна это влага да и она командует влагой и у нас в теле и когда мы являемся мамочками и носим в луна матери свое дитя и 71% соляной водного покрова на планете земля этим тоже руководит луна притяжение что бабу что луна это наша бабушка и дедушка но по сути землян я имею ввиду но по сути луна отец цивилизации на планете земля отец и мать об этом мы тоже будем говорить на наших занятиях так вот почему я все это так методично разбираю потому что мы должны знать помнить и понимать что религия это знание которое некоторые люди на своем участке земли в свое время записали с одной стороны далее перевели так у нас было прохладно я включила лампу эту обогреватель сейчас стало уже жарко поток пошел вот и кто еще как переводил где ставили запятые почему со староаравийского англичане когда переводят а они согласны которыми пишутся на скажем старо-юдийском языке вместо сторона переводят ребро об Адаме Еве Лилит я буду говорить обо всем потому что я все это познаю в моей первой рукописи уже разбирается история и Адама и Евы и Лилит в 21 веке QR-коды всегда у нас в конце лекции есть и как называется в телеграм-канале тоже так вот мы решили что мы не говорим о религиях мы не говорим об астрологии мы говорим о единении человека и космоса и поэтому когда в тот или иной период времени приходят учителя Кришна Будда Сократ Зараастр Пифагор Платон который записал все что спрашивал и говорил Сократ Иисус Иоанн Креститель до Иисуса приходят учителя чтобы наш духовный психологический психика наша да и ментальный уровень поднять на следующую ступень для того чтобы пришел учитель учитель с большой буквы на каких-то языках это называется пророк на каких-то сын бога мы все сыновья бога только есть уровни развития да и вот если когда говорится белка в колесе это первый уровень развития человека который говорит я эго я пляски так который живет я я я дайте мне дайте я хочу я который свое тело желаний астральное прорабатывает как может дальше проработал там за несколько воплощений мы должны понимать что в любую цивилизацию есть разные люди которые стремятся и они становятся отличниками и пионерами а есть которые говорят нет 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 вот я тут вот это знаю буду делать это как мне картошку копать да и соответственно учитель к такому человеку не придет я любя их называю асфальтокладчики учитель с большой буквы не придет к асфальтокладчику у которого все внимание направлено как делать асфальт у него еще очень сильно развита вот это вот скажем наша материально животная структура да я вот вчера шла я живу в Сочи шла по улице новогинской в центре передо мной шел мужчина качок но экстра мега троппо слишком он вот так шел такой шел и идет еще с собой любуется у него такие джинсики коротенькие футболочка вот прям такие плечи вот такая талия и короткие руки даже он не может из-за бицепсов идти нормально как человек ну вот такой не знаю мишка олимпийский или как его называть ну понимаете к такому человеку который не знаю там 18 часов проводит спортзале который этими всякими боликами питается учитель не придет так соответственно это первая наша ступень вторая когда мы уже мы я мы моя пара я уже учусь как с ними взаимодействовать как не перетягивать одеяло на себя как дополнять друг друга моя книга не просто так называется он и она вот соответственно третья ступень это когда человек уже познает энергии созидания писатели поэты инженеры изобретатели которые из-за пространства да обретают знания а не шоры вот и соответственно четвертое воплоти да это ученик у учителя осознанный ученик у мироздания и как и когда и почему к нам приходят учителя учителя это всегда представители высшей иерархии отличники так на сегодняшний день очень развита система и о ней говорится о вознесенных учителях это люди которые закончили школу жизни и по сути они могли бы уже отправиться на юпитер да который я это нам желаю но а что они там одни будут делать без нас поэтому они взяли на себя ответственность вот одного из логоса солнечной системы имеет имя сегодняшнее майтрея и он работает с землянами через через других скажем более чуть-чуть своих учеников да вот как у Иисуса было 12 апостолов это ближний круг и было 70 апостолов это дальний круг которые не так плотно с ним общались также и у каждого руководителя планеты системы бизнеса да есть учредители не факт что они работают есть менеджеры высшего звена среднего звена как наверху так и внизу далее я знаю о семи вознесенных учителях и когда мне в 2008 году моя подруга о них рассказала я говорю ну Иисус это я знаю он сын Божий потому что я была прям в православии в православии была так сказать старостой попечительского совета храма Дмитрия Солунского очень близко общалась и с нашим протеереем Александром прекрасной добрейшей души человек задавала его много вопросов он мне не ответил на все мои вопросы посоветовал читать толкование Евангелия я прочитала на старорусском языке там все подчеркивала вот такая толстая книжка но вопросы мои не закончились так вот как каждому архангелу да даны определенные цвета так сказать спектра вибраций да об этом естественно обо всем будем говорить в подробной форме также есть и вознесенные учителя имена которых мы знаем далее иисус иисус христос как я вам сказала уже тоже имеет естественно к ним отношение и кто такие учителя учителя это высшие сущности солнечной системы которые приходят на планету земля поднять наш уровень на следующую ступень в разные страны в разные времена учитель с большой буквы это тот у кого есть чему учиться у нас дефицит слов поэтому у нас учитель в школе да и учитель мастер тоже называется одним словом поэтому у меня в книге в рукописи так много слов с большой буквы даже я пишу в одной фразе могу написать что сердце Андрея билось с обычной маленькой буквы потому что его сердце с большой буквы огонь открылось мирозданию естественно все три слова с большой буквы высший аспект и низший маленькие буковки большие да октава первая или третья четвертая там триста пятьдесят четвертая все эти графики с цифрами с цветами тоже я и на предыдущих занятиях публиковала и буду естественно здесь концентрирована будем брать темы и звуки и цвета вот и вот как Иисус не мог просто взять и прийти к альсфальт закладчику или там к Васе Пупкину и воплотиться да соответственно перед приходом великого учителя всегда готовится семья ведь Иоанн креститель он тоже из этого же рода так предвестник то что приходит Иисус я вам говорила что мы не будем говорить о религиях а я вам не говорю о религиях сейчас не о христианстве я говорю я говорю о тех знаниях которые я собираю из различных источников и которые как солнечная дева раскладываю по своим полочкам так вот есть такая еще тайна да когда именно Христос дух логоса солнечной системы зашел в тело Иисуса Йоша да как так его я понимаю звали меня конечно с произношением не очень так вот почему много лет мы не знаем где он был и что было на все эти вопросы я ищу всегда ответы потому что если мне интересно то мне интересно так вот опять сверху вниз да мы вам начало начинаем сначала у нас есть код который логос отец солнечной системы творец создает этот логос опускается код вибрации сначала было слово и слово было у бога и слово было бог да он и есть вибрация он есть все и ничто он есть во мне в тебе в той былинке которая вижу из окна там в листике в каждой капле воды черное море в каждом облаке чем мы отличаемся от всего того что я писала тем что нам давали разум об этом мы тоже будем говорить о яблоке о змеях нам дали разум и когда нам дали разум автоматически мы подключены законодательству мироздания космическое право называется где есть и закон свободы выбора и воли и закон целесообразности и мира вещам и зачем и почему я делаю эти занятия потому что я нашла свое место во вселенной когда мне первый раз о нем сказали я говорила что это такое вообще что это так и я хочу помочь максимальному количеству людей тоже найти свое место во вселенной понять ты человек зачем пришел на планету земля в данном воплощении какая у тебя миссия и в этом мне помогает и институт неопсихологии сознания в нового времени где я прекрасным образом научилась складывать и видеть причинно-следственные связи просто по одному слову иногда и школа астрологии которую я закончила потому что я чувствую себя частью мироздания а не рабой божией которые сказали сюда не ходи это не это воскресенье пришла платочек одела наклонив головку как говорил протеерей александр постояли глазками похлопали ушли что делали то и делаете вот поэтому о пробуждении вселенной мы будем говорить о не религиях мы будем говорить потому что все что написано в религиях вы знаете глаза у вас у всех есть вы можете читать это все сами вот и какую я еще хочу вам ассоциацию подсветить благодаря которой возможно вам будет проще и легче все понять вот представьте в моем поле очень много христиан поэтому я и цитирую много говорю о Иисусе и в том числе я тоже была православная христианка я люблю Иисуса как учителя я являюсь его учеником но я не отношу себя на сегодняшний день к РПЦ так соответственно так как я много жила долго жила и много работала с итальянцами то и среди моего окружения есть швейцарцы итальянцы они католики по сути они меня и разбудили я увидела этот купол Ватикана который ладно сейчас не будем и мы знаем и понимаем что ортодоксальное то есть греческо-русское православие сейчас я так понимаю еще украинское появляется но я думаю что по совершению СВО они решат что делать с религией еще раз говорю меня религия совершенно не касается но чем мы россияне славяне отличаемся от греков ортодоксальных тем что у нас православие так и мусульманская религия которая возникла после где-то 600 лет после возникновения христианства ну 500 тогда потому что времена Иисуса было одно христианство возникло другое соответственно я сегодня разделяю людей я людей не разделяю но себе для себя для своего понимания характеризую как православные как россиянка и правоверные да как мать своих сыновей с прекрасной фамилией Джабраилов потому что Джабраил вот в мусульманской религии это как архангел Гавриил видите как все взаимосвязано так вот я вам буду все время знаете как гармошку я буду раскрывать закрывать раскрывать закрывать и на балалайке еще так подыгрывать так вот давайте не будем думать о том что мы христиане православные или там мусульмане или иудеи или кто еще давайте будем думать что мы лошадки вот я занималась верховой издой мы стрельцы вообще очень сильно любим животных ну вот в 30 лет когда стрелец созревает я пошла заниматься верховой издой я об этом рассказывала в одном из занятий но как солнечная дева это у меня луна и марс в стрельце да поэтому я принимаю решение поскакала в одной стороне пожила в другой другой город вообще без проблем все это опыт вот но как солнечная дева я занималась именно дрессаж высшая школа верховой издой потому что девы любят мастерство профессионализм они скромницы у них вот этот вот синдром двоечницы и все такое так вот давайте представим что мы лошадки мы такие лошадки каждый своего цвета вот какую лошадку хотите такую представляете у нас такая конюшня шикарная нам творец построил нам сено достаточно овца достаточно воды достаточно всего что нам надо всего достаточно потому что нам дали нам достаточно а нам дали все что надобно дальше хорошо стоим мы таки в деньниках ну деньники это на конюшнях такие красивые квартиры, виллы, комнаты. Каждый в своей комнате, копытцем бьём, там между собой, там, ты-ты-ты-ты-ты, там, ржём, там, хвостами это крутим. Вот, всё прекрасно. И, значит, пришло время, пришёл водолей. Пришёл водолей, чтобы нам вот напоить, нас сводить на водопой, чтобы мы побегали, размяли свои телеса, и мы такие, значит, цокое, такие деловые. У нас нет никаких там ни этих, ни мунштуков, ни трензелей, это вот этих во рту железок, да, ничего. Мы не сёдланные никакие, мы такие чик-чик-чик-чик-чик, вышли, значит, на полянку, там речка, вот, мы такие гуляем. И вот представьте, разговариваем между собой. Одна, например, там, ахалтыкинка такая, арабский такой, скакун, она к нему подходит и говорит, ой, слушай, ну я вот тут восточных кровей, я вижу, ты тоже? Он говорит, да, но у меня таких, как ты, минимум 333. И она такая, раз это, там какой-нибудь тяжеловоз такой вышел, красивый русский богатырь, говорит, а я знаю, как, а я ничего не боюсь, я сильный, крепкий. Всё остальное, все мы разные. И никто не говорит о том, что я лучше знаю то, что за эту тысячу лет тёмной эпохи нам внушили, что мы должны кого-то слушать. прийти, свечку поставить, деньги положить. Иисус сказал, что не должно быть, да, ни денег, ни денег роста, соответственно, весь наш бизнес со сверхприбылями тоже сатанизм. Должны будем переходить на эквивалент, на равноправие, на правильное ведение бизнеса и взаимоотношений между людьми, компаниями, B2B, B2C и, соответственно, странами. Вот у нас сейчас в Казани проходит БРИКС, где о равноправном сотрудничестве. Я узнала, что они планируют, они сначала хотели валюту общую, я что-то была не очень за, хотя я там придумала тоже эквивалентно, килоджоули, стоимость энергии в каждой стране. Но придумали просто новую систему оплаты и вместо свифта будет вводиться бридж. Классное слово, мост. У меня есть книга для 65+, ну, не есть книга, в проекте есть эта книга, я уже начала её писать, мост-переход. Начала писать её для своей мамы в том числе, как нас там будут встречать. Так что, кстати, хочу сказать. Нас там будет встречать не Пётр, не Павел, да? Нас будет встречать родня тех, те, кто имеют право выбора и там наверху тоже, кто не бегает привидением в нижних слоях, они будут встречать вас. Вас будет встречать ваш род небесный относительно ваших вибраций. либо за вами придёт белый лифт, либо нет. Либо вот в этой клоаке, в чёрной, придётся потусить какое-то время. Так вот, и кто к нам спускается, мы такие лошадки, да? Раз, прилетает единорог радужный, красивый такой. Раз, пегас с крыльями. Всех цветов пегасы к нам прилетают. Так. Кентавр тоже прискакал к нам, к лошадкам. И мы смотрим, они такие все разные, мы говорим, вы кто такие, блин? Да? Чур меня! Мне сказали с чужими не разговаривать, вы кто такие? Да? И первый берёт слово кентавр и говорит, а у него спина лошади, да, позвоночник, горизонтально, как у всех животных, параллельно Земле, но у него уже есть человек, да, который соединение, ещё копыта, да, но уже есть соединение Земли и космоса. ну вот он ещё вертикальный позвоночник, о позвоночниках я тоже говорю в высших октавах и здесь на занятиях мы тоже будем говорить. так вот, и он рассказывает, и он говорит. И когда мы читаем разные сказки, там тут же Гарри Поттер, Харри Поттер и другие, это люди просто вспомнили. И когда мы говорим о том, что нам что-то рассказывают в других книгах, Тайная доктрина Балавадской, Семь великих тайн космоса, Космогенезис Генделя, Гермеса, Писание, есть люди, которые просто это помнят. А почему? Потому что у них просто в данном воплощении они живут в этом теле, а в предыдущем они жили в другом. И вот в конце занятия я хочу один вам пример привести, не хочу вам прям всё сразу рассказывать, чтобы не было каши в голове. Мы будем говорить о фиолетовом цвете, о луче трансмутации, об Архангеле фиолетового луча. И кем он был, прославился и известен здесь, на планете Земля. Про Архангела Михаила мы так все более-менее знаем, Гавриила тоже. А вот мы в конце поговорим о нём. И заканчивать мне уже, кстати, надо сейчас. Я планировала ещё вам привести пример, но учитывая то, что широко надо тему раскрывать, следующий пример, в следующем занятии. И, кстати, хочу сказать, я думала, может, не записывать сегодня, я не успею, я не готова, но потом решила так, пунктуальность, отвечать за свои слова. Пообещала, в среду будет занятие, вот вам в среду занятие, вводная часть. Так вот, и значит, про кентавра рассказала, имеем, имеем также в виду, что все наши предки, да, космические, когда мы были в тельцовой, так, расе, телец, в овновской расе, арии, арийцы, так, сейчас мы уже были в рыбной, по сути, эпохе, не расе, эпохе, но все еще тусили там в арийской зла и тельцовой. Злато, огонь, войны, да, вот это все. Кстати, козерог тоже, вроде бы уже десятый знак, да, зодиака, но очень много козерогов, копытных трудоголиков. Так, о земле небеса, я вам сказала, небеса, это значит без беса, а небо, это значит с бесом, так. Православные и славяне, я вам сказала, так, на тему лошадок рассказала, вот, и, значит, начали лошадки между собой разговаривать. одна была скаковая, и у нее вот эти шоры были. Чтобы она других не видела, ей надо было бежать ровно, но это когда она на ипподроме бежит, так, опять же, за деньги там люди ставки делают, алчность вырабатывается, жадность. Есть лошади каретные, у них тоже есть шоры, так, и они так красиво, у нас сейчас лошадки каретные только вот либо в фильмах, либо вот в центре Санкт-Петербурга около Исаакия ездят, очень красивые, и в Вене в центре, и в Сент-Морисе, там такие, типа наших тяжеловозов, такие лохматенькие, там можно сесть в этом, ну, как прям у нас коляски, и меховыми шкурками тебя накрывают и тебя там по горам катают, тоже классно. Вот, есть такие, есть еще ослики, что нужно ослику? Морковку, да, чтобы перед осликом была морковка, про барашков мы поговорили, каждый человек сам выбирает закон свободы выбора и воли, кем ему быть? Барашком, осликом, тяжеловозом, каретной лошадкой, кентавром, пегасом или единорогом. Про солнечных единорогов мы поговорим с вами, потому что один из них герой моей книги он и она. Так, и вот этот вопрос, почему мы все разные, и у каждого, у каждой группы животных, так же, как и когда у нас не было разума, у нас, у людей была групповая душа. И я, когда стала наблюдать за этим в жизни, в природе, потому что нам природа все подсказывает и подтверждает, мы сидели с моим другом, с которым я познакомилась на пляже и который в прошлом воплощении, прошлом, 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 был моим отцом и были мы воплощены еще, когда была ведическая, славянская культура, когда мы разговаривали со стихиями, все. Мы ели виноград и смотрю, стоит один голубь и смотрит на меня. Я ему дала из винограда семечку, он начал есть. Откуда прилетели другие? У них глаза вот так, они одним глазом на тебя смотрят, потом другим. Ну, ладно, я это тоже сняла на видео для своих учеников, сам себе дирижер курс. Проходит еще несколько дней, все, мы их покормили еще раз, мы носили этот виноград, я его люблю, я же осенью родилась, мой любимый фрукт после черешни весенней. Вот, и смотрю, все летят куда-то, то есть в одной стороне, у нас большой пляж, в одной стороне пляжа там бабушки тоже приходят, они кормят голубей, летят так, как будто вообще опаздывают откуда-то, вот так прям, что это, это групповая душа, это инстинкты, эволюция человека, как начиналось, сначала мы были без тел, потом нам тела создали, и у нас был такой достаточно животный уровень развития, потому что мы жили так же, как вот живут животные, которые делятся на две группы домашние и дикие, так, мы жили, вот я все время забываю это слово теперь, скажите мне, как оно называется, вот оно мне не свойственно, и все, ай-яй-яй, не эмоциями, чем животные живут, ладно, напишу это вам, эмоции, нет, животные живут, вот так вот все, у меня уже этих животных слов прям даже в голове нету, вот вам и дефицит слов, соответственно, на следующем занятии будем говорить о том, как просыпалась вселенная, как ей давали код, как мы каждое утро просыпаемся, да, у нас есть день и ночь, у вселенной тоже, и год у них есть, и все у них есть, вот, и будем говорить об эволюции человеческой цивилизации, но это три разных слова, вот, и благодарю вас за внимание, до новых встреч, пока!